Вот эта желтая наклейка наклеена на двери с нарисованной черной буквой М. Единственное, что говорит о том, что здесь 29 числа откроется точка самой популярной в мире сети общепита Макдональдс. Уже больше месяца здесь, в самом центре города, ведутся отделочные работы. Этот ресторан популярной сети будет самым большим в Красноярске. Два этажа, внутри большая терраса, фирменная кофейня, а сбоку здание заезд для автомобилей, так называемый сервис МакАвто. Работы на объекте ведутся практически круглые сутки. А вот точка на Молоково практически готова. Заканчиваются отделочные работы. Готовят парковку для автолюбителей. Внутри уже ведутся приготовления к открытию ресторана. А вот те самые знаменитые золотые арки. Этот ресторан на перекрестке Шахтеров и Молоково откроется примерно в одно время с Маком в центре. Все, в этом году две точки общепита под всем известным брендом заработают в городе. К универсиаде добавятся еще две. Бывший центр дополнительного образования тоже теперь станет рестораном общественного питания. Там уже начались отделочные работы. Четвертая точка откроется в районе новой ледовой арены на партизана-железняка. Макдональдс тоже не помешает, почему бы и нет. Крупная сеть должна быть представлена. Миллионник же все-таки город. Не знаю, не пробовал ни разу. В Саратове был. Хотел зайти, как не зашел. Так вот, пойдем, сходим, посмотрим, попробуем, как там. Я считаю, что это вредно пище. Наверное, для молодежи нужен. Хотя, вроде, у вас тоже много здесь всяких заведений, так сказать, общественного питания. Ну, наверное, нужен, я так думаю. Отрицательно. Почему? Ну, я не люблю такие вещи. А что такого? А что такого? Ну, там все равно все ненатуральное. Согласитесь же? Да пусть открывают. Почему нет? Вредная пища, все такое? Ой, нам и дышать вредно. Поэтому. Макдональдс не испортит? Нет. Но и это еще не все. Накануне глава города Сергей Еремин разрешил построить еще один Макдональдс прямо на разделительной полосе между потоками улицы авиаторов. Ранее на этом месте планировали строить двухуровневую развязку. Также здесь хотели возводить пути для скоростного трамвая с правого берега. А накануне на пятачке высадили молодые елочки. Но теперь здесь, скорее всего, будет новая столичная фишка – ресторан для автомобилистов. Кстати, против этого решения были многие депутаты городского совета и общественники. Скорее всего, на решение городоначальника сподвиг договор, который мэр подписал с новокузнецкой компанией «Инрус Инвест» на экономическом форуме. Это один из трех франчайзи Макдональдса в России. Компания также открыла рестораны в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и на Алтае. У нас в городе пока запланированы на ближайший год четыре точки и один МакАвто возле планеты. Также в будущем, скорее всего, ресторан откроется на правом берегу. Антон Шевчук, Михаил Ткачук, Афонтова Новости.